всем привет и добро пожаловать на мой канал с вами я юля младина и сегодня хочу вам рассказать об одном инциденте который с нами произошел буквально на днях и один из неприятных инцидентов многие девчата ребята спрашивали меня сколько получают ветеринары я не могу вам сказать точно сколько получают ветеринары но я вам могу рассказать вам точно сколько мы оставили денег когда вот наша собачка по имени бонечка попала драку с другой собак вот на днях я когда встречала как обычно я встречаю в 4 вечера дочку и со школы автобус подъезжает к дому и мы решили прогуляться пару минут с собакой по дворе прямо и обычно выхожу без поводка потому что территория очень большая она никуда не выбегает она знает свою территорию и знает куда идти достаточно послушная собака бы проблем у нас не нету так вот у нас есть соседи естественно у этих соседей есть и собака длинна многое с ростом как моя с ростом моей дочери вот такая собака даже не знаю какая порода не хочу даже знать об этом так вот она услышала что бонечка вышла на улицу с нами и выпрыгнула в забор а что ей там стоит две-три секунды и она уже на нашей территории и напала на нашу собаку я этого не видела потому что это происходило буквально сбоку дома а я находилась перед домом как бы пару метров до 4 5 метров но как бы я не видела что происходило только слышала я поняла что эта собака снова выбежала снова выпрыгнула из забора это не впервые не впервые и я быстро сначала решила дочку в дом утащить открыла двери в это время вижу что бонечка прибегает тоже я тоже говорю давай захотите тоже в дом закрыла двери и смотрю благодаря хозяину и собаки хозяину до нашей территории у этого румына они разняли этих собак и скажем так спасли потому что это не впервые второй раз первый раз она напала на нашего друга до этого румына он хозяин этого этой собственности второй раз на его собаку и третий раз вот на нашу собачку напала лучших обычно вызывают копов да они как бы строго к этому относятся да и ты даже можешь подать на них суд и за моральный ущерб и и все такое но мы не стоит мы не стали этого делать конечно все таки соседи мы знаем знаем друг друга но с другой стороны я очень была зла на них потому что не дай бог произойдет это еще раз я просто точно вызову полицейских и подам на них в суд потому что такой стресс получили и и дочке не дочку не могли не могла никакой кисней и смотрю вроде все порядка присела на корточки смотрю вот такая большая рана и как бы кровь не течет но рана огромная как бы кожи не было она оторвала кусок кожи все красное было вот и я прибежала к ней игру смотри что ты сделал знаешь что смотрю смотрите что ваша собака сделать мой собак ой извините туда-сюда малая кричит и я в истерике бонька смотрит на нас она еще не поняла что произошло с ней и это было ужасно я готова была убить эту собаку и все муж буквально на следующий день приехал и мы сразу поехали в больницу хорошо что нашли госпиталь для животных работает 24 часа в сутки нас сразу предупредили что консультация врача стоит 150 долларов просто чтобы проверили раночку там измерили температуру и вес и сказали в чем что нужно делать да или в чем причина то стоит только только эта консультация стоит 150 долларов ну вот хозяйка конечно этой собаки которая на нее напала она сказал что она оплатит все из наш особо возился врач она проверила до измеряла температуру раночку посмотрела все она нам сказала что нужно сделать такую-то вакцину нужно какие-то уколы я делаю сделаю оплатите пожалуйста билл она нам подписала сразу чек сколько мы должны оплатить и сразу же беремся за не и и усыпили кстати когда мы зашли в больницу собака сразу так сильно начала дрожать очень сильно начала дрожать прямо не могли успокоить такого я еще никогда не видела так себя не было никогда и видимо видимо почувствовала страх других собак которые там еще находились и так сильно очень сильно дрожала вот так мы платили билл билл я вам сейчас покажу не теряйте сознание мы платили 440 долларов вот тотал 440 долларов и 42 цента вообще-то было 470 но какую-то скидку они сделали нам не знаю за счет чего и поэтому 440 тут офис emergency офис визиты 115 долларов как бы он стоит 150 но они нам сделали скидку 115 короче укол какой-то потом другие антибиотики вот все 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 то что еще не нам выписали что она должна принимать после того как ее зашьют и она принимает сейчас антибиотики и какую-то водичку не за водичка видимо тоже какой-то антибиотик я ей даю каждый день перед сном ночью вот так что вот так конечно мы после этого на следующий день я муж пошел к ней к этой хозяйки длинноногой собаки пошел к ней и дал ей в руки чек сделал ксерокс и дал ей в руки чек они сказали что на следующей неделе будут выплачивать потихоньку ну или сразу я не знаю и я говорю это это еще не все мы через две недели должны снять вот эти я не знаю правильно медицинскому терминологии как правильно сказать но может быть также и и зашили нитками а степлером вот так что вот такие у нас дела я думаю больше не произойдет больше ничего такого потому что это очень страшно это очень неприятно это я даже сейчас выхожу на улицу со страхом потому что я не знаю что может произойти это собака опять может выпрыгнуть забор достаточно я вам скажу что забор где-то достаточно высокий но не невысокий для этой собаки все следующий раз мы просто в заданку так что вот так цены конечно бешеные я вам скажу буквально зашли и за три минуты но пять минут максимум даже пяти минут не прошло как могли уже забрать забрать нашу собачку вот так что вот такие цены 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 такие же как и в госпитале для взрослых для людей да не только для животных ну вот и все до скорых встреч пока пока будут вопросы задавайте а если есть какая-то именно тема которая вас интересует пишите мне в комментарии я постараюсь найти ответ найти что-то интересное и рассказать вам до скорых встреч пока пока пока